Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковин, это радио НВ, сегодня 14 февраля, день всех влюбленных, как известно, я всех влюбленных с этим праздником искренне поздравляю и желаю вам, чтобы ваши чувства сохранялись как можно дольше и становились все крепче и ярче. Кроме того, 14 февраля в этом году это день встречи доноров Украины в Рамштайне и, как ожидается, на этой встрече они объявят выделение Украине новых пакетов помощи, об этом подробнее я буду говорить чуть позже. Но начать сегодняшний выпуск я хочу с замечательной новости. Разработчик стратегических бомбардировщиков российских Ту-160 по натовской терминологии, они называются Blackjack, попросил убежище в Соединенных Штатах Америки. Человек, имя которого не называется, известно, что он работал инженером, в конце декабря прошлого года приехал в США, пересек в бронированном джипе границу с Мексикой и объявил о том, что готов пойти на сотрудничество с американскими властями, в том случае, если не предоставить ему убежище в этой стране. Американцы согласились, сказали, да, конечно, без проблем, мы тебе убежище предоставим. Там, правда, были довольно долгие сначала обсуждения, потому что этот человек говорил, что боится преследования в России из-за того, что является сторонником политика Алексея Навального оппозиционного, ходил на митинги Навального и этот инженер боялся, что его за участие в этих митингах арестуют или что-то с ним нехорошее сделал. Поэтому сейчас человек, вот этот инженер из Казани, работавший на заводе Туполева в этом городе, сказал, что готов раскрыть американцам секреты российских стратегических бомбардировщиков в обмен на безопасность и в обмен на их защиту. Американцы согласились и теперь, видимо, будут знать все секреты этих самолетов. Ну, самый главный секрет этих самолетов в том, что они на самом деле не очень хорошие. Дело в том, что, да, они сверхзвуковые, но их очень хорошо видно на радарах, они легко сбиваются и, в общем, никакой особой опасности для американцев они не представляют. Кроме того случая, если вдруг внезапно посреди полета им будет отдан приказ нанести ракетный удар, они смогут выстрелить своими ракетами. Но мы, как видим, крылатые ракеты российские тоже не очень высокого качества. Далеко не все из них долетают до своих целей. Поэтому присутствие вот таких самолетов в российских ВВС это скорее такая дань престижу. Считается, что не может быть серьезной ядерной страны без воздушного компонента ядерной триады, то есть без стратегических бомбардировщиков, вооруженных крылатыми ракетами. В общем, я уж не знаю, какие другие секреты сможет этот инженер рассказать американцам, но мне кажется, новость довольно забавная. Правда, американцы сейчас пытаются у него выяснить и другие вопросы, не связанные напрямую с самолетами, какое программное обеспечение используется в российской авиастроительной области и на самих самолетах, какое там используется оборудование, кто работает на этих заводах и так далее. Кроме того, им стало интересно, знает ли менеджер объекта, модифицировали ли они бомбардировщики для запуска гиперзвуковых ракет. Гиперзвуковые ракеты достаточно новое оружие, как мы знаем, на данный момент они запускаются только с истребителей-перехватчиков МиГ-31, но в принципе, теоретически, наверное, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» могут запускаться из бомбардировщиков Ту-160 «Блэк Джек». В общем, история, как мне кажется, довольно интересная, и она еще, знаете, чем интересна? Я давно жду, что поток перебежчиков из Российской Федерации в США и вообще на Запад станет гораздо более полноводным, чем даже он был в советские времена, потому что сейчас, конечно, ну никто здравомыслящий не хочет себя ассоциировать с нынешним российским режимом, и те люди, у которых в голове что-то есть, или те люди, которые руками что-то умеют делать, они, конечно, массово побегут, или многие уже побежали из России на Запад, в другие страны, ради того, чтобы просто нормально жить и не участвовать во всем том, в чем их заставляет участвовать российская нынешняя власть. Но это не все новости авиационные, скажем так, на данный момент. На всю неделю, прошедшая в Соединенных Штатах, творилось что-то абсолютно невероятное. Там ловили и, в общем, продолжают ловить до сих пор неопознанные летающие объекты. Да, да, я не оговорился. Тема, которая раньше была уделом каких-то маргиналов и сторонников теории заговора, на этой неделе, на минувшей неделе, приобрела общенациональное звучание. В Соединенных Штатах самые серьезные средства массовой информации. Генералы, адмиралы, журналисты, эксперты, президенты и кто угодно еще комментировали эту тему, потому что она действительно стала, ну, как бы, действительно ключевой сейчас, наверное, в Америке. Сначала там американцы очень сильно переживали из-за китайского разведывательного воздушного шара, или аэростата его по-другому называют, который на высоте примерно в 20 километров прилетел над Аляской, потом над Канадой, потом залетел на воздушное пространство над американским штатом Монтана. Этот штат Монтана интересен и важен тем, что именно там расположены главные базы американских стратегических межконтинентальных ракет. Которые должны будут нанести, в случае чего, в дар возмездия по целям в Российской Федерации, в Китае, ну, или где еще придется. То есть, это главная база американских ракетчиков. Американцы, конечно, возбудились. И, ну, самое главное, даже не в этом. Дело в том, что этот воздушный шар заметили жители этой Монтаны. Там, на самом деле, очень мало людей живет, поэтому, видимо, шар был виден хорошо, раз уж даже там несколько сотен жителей Монтаны его сумели разглядеть. Ну, и американцы, давай решать, что делать с этим воздушным шаром. Пока они решали, он себе по воле воздушных волн плыл тихонечко на юго-восток, кочевал в сторону северной и южной Каролины. И вылетел... Естественно, начались вопросы. Давайте его сбить, собьем этот воздушный шар. Он же шпионский, он наши секреты собирает. Но администрация Джо Байдена долго медлила, не хотела его сбивать, этот шар, потому что он размером, не сам шар, а вот то, что у него там подвесное оборудование было размером с автобус. Если с высоты в 30-40 километров или 20 километров он там менял высоту, упадет автобус, как вы понимаете, людям внизу мало не покажется. И они, в общем, подождали, пока этот шар залетел на акваторию Атлантического океана, и там уже его сшибли. Через пару часов шар нашли, вытащили из воды и объявили, что он, да, действительно китайский, да, действительно шпионский. Сразу же вся эта ситуация вызвала жуткий политический скандал. Дело в том, что республиканцы, которые сейчас в оппозиции, они обвинили администрацию Джозефа Байдена в том, что он слабый, что он не следит за воздушными границами Соединенных Штатов, и что надо было сбивать этот шар только тогда, прямо тогда, когда его заметили, и так далее. В общем, Байден покопался в ответ в запись. Ну, не он лично, а сотрудники его администрации узнали, что при Дональде Трампе, главном противнике Джозефа Байдена от республиканской партии, тоже летали над Соединенными Штатами шары, причем летали в том числе над Техасом и Флоридой. А во Флориде, как известно, находится резиденция самого Дональда Трампа. Но тогда при Дональде Трампе китайские шары не сбивали. Трамп сказал, что не было никаких шаров, что он впервые о них слышит, но военно-американские сказали, что шары все-таки были. Почему же не сбили? Возникал вопрос. Они сбили, потому что, как они сейчас говорят, не знали, что это такое вообще. Дело в том, смотрите, что шар, он, как бы вся американская система противоракетной и противовоздушной обороны, заточена на оборону против самолетов и ракет, то есть на какие-то быстро движущиеся довольно большие цели. Шар, он висит на одном месте, ну плюс-минус там, ветром его гонят, ну максимум со скоростью, не знаю, 130-120 км в час для ракеты, для самолета, это ничего. И в общем, система предупреждения о ракетном нападении или система противовоздушной, они как бы особо не реагировали на эти шары. Но, чтобы сейчас ситуация не повторялась, чтобы республиканцы не могли обвинить Джозефа Байдена опять в слабости, то, что он испугался Китая и то, что он плохо реагирует на угрозу национальной безопасности, Байден отдал приказ искать и уничтожать вообще все, что появится в небе над Соединенными Штатами Америки. Кстати, знаете, интересная такая деталь. Вот этот вот шар воздушный, который сбили в небе над США, это был первый воздушный объект, сбитый в небе над США за всю историю США. То есть, американские летчики, конечно, много чего сбивали в своей истории и над Японией, и над Тихим океаном, и над Атлантическим океаном, над Европой, и над Вьетнамом, и над Кореей, но над самой Америкой ни разу ничего не сбивали. Вот этот воздушный шар стал первым сбитым воздушным вообще объектом над Америкой, плюс это стал первым объектом, сбитым самолетом F-22, самолетом вот этим истребителем-невидимкой. Ну, это, так сказать, отвлекся немножко от темы. Байден, в общем, сказал, ищите все шары и все, что найдете, уничтожайте. Ну, и начали искать, и сразу же начались проблемы. Оказалось, что воздушное пространство над Америкой буквально кишит какими-то небольшими предметами, небольшими неопознанными летающими объектами в действительности, вот в буквальном смысле слова, летающими над Америкой на очень большой высоте. После перекалибровки приборов, то есть радаров, каких-то станций визуального наблюдения, не знаю чего еще, запускали, кстати, и обычные самолеты разведывательные, чтобы они просматривали, общупывали небо над Америкой. В общем, выяснилось, что настроили вот эти радары, приборы на отслеживание целей небольших, на отслеживание целей, которые летят с не очень большой скоростью, и стало ясно, что над Америкой куча всякой фигни летает. И поскольку эта фигня летает, Байден же отдал приказ, эту фигню начали сбивать. За последние дни сбили уже, помимо вот этого первого китайского шара, сбили еще три, непонятно чего. То есть отправляют на перехват истребители. Истребители, кстати, не с первого раза попадали, уже есть и такая информация. И в эфире CNN там люди с источниками, рассказали, ну, журналисты с ссылкой на источники в Министерстве обороны рассказали, что пилоты, по словам пилотов, то, что они сбивали, вот эти вот маленькие относительно штуки, да, они были размером, во-первых, с автомобиль Volkswagen Golf, и вообще не были похожи на воздушные шары и на аэростаты. В общем, пилоты сказали, что они сбивали не очень понятно что. Более того, вот это непонятно что было разной формы, и у них не было видимых двигателей. То есть, с одной стороны, конечно, у воздушного шара вроде бы нет двигателей, с другой стороны, у разведывательных воздушных шаров двигатели есть. Это специальные такие воздушные шары, это не просто вот как прогулочные такие, да, разведывательные, они с двигателями, чтобы менять направление своего движения. Но вот эти, то, что сбивали американские пилоты, по словам самих пилотов, они, оно вообще непонятно как в воздухе держалось. То есть, я так понял, что там даже как бы и шара не было, просто как гондола, вот эта люлька, и все, и больше ничего. Фотографии этих штук никто сейчас никому не показывает. Хотя с первым воздушным шаром было миллион фотографий из земли сделанных, из воздуха сделанных, из борта истребителей сделанных, и откуда только не. Тут ни одной фотографии нет. Официально сбили вот эти три каких-то непонятных предмета над озером Гурон, это одно из великих озер США. Один сбили прибор над Канадой, территория называется Юкон, это северо-запад Канады. И один над Аляской, то есть, тоже над Америкой, над территорией Алиутских островов. Там, насколько я понимаю, сейчас еще полярная ночь продолжается, и поэтому куда упал вот этот последний прибор, не очень, как сказали, куда-то на лед упал. И отправили туда поисковые команды, но команды пока ничего не нашли. Но самое смешное, то что не нашли ничего, упавших приборов не нашли ни в Канаде, ни над озером Гурон. Они там все прочувствуют, все обыскивают, но нет, ни одной фотографии, ничего. То есть, три аппарата, странных каких-то непонятных аппарата, уничтожены буквально за последние пять дней. Сколько показали аппаратов публике? Ноль. Никто эти аппараты найти не может, хотя первые нашли буквально сразу, через несколько часов его предъявили публике. Еще одна любопытная деталь. По словам пилотов, которые сбивали эти фиговины, одна из них была цилиндрической формы, а над озером Гурон сбили вообще октагональный аппарат летающий, то есть, восьмиугольный. Что это за восьмиугольные воздушные шары, я о таких вообще не слышал, может, конечно, есть такие, я не знаю, я не большой специалист в этой области, но вообще это звучит довольно странно. Но еще смешнее, знаете что, китайцы говорят, это не наши. То есть, ну да, первые, они сказали, это наш, это наш воздушный шар. И вообще, знаете, на самом деле, если бы штуки, которые летчики американские сбивали, они были бы похожи на воздушные шары, то американский летчик, ну что, не знаю, воздушного шара, он, конечно, скажет, ну да, воздушный шар сбил, что такого, как бы, дали приказ, я его избил. Но тут летчик говорит, я не знаю, что это, что это сбил, но что не знаю, не пойму, что это было. И вот тут китайцы говорят, это не наши, значит, штуки вы сбиваете, что это, мы тоже не знаем. И они говорят, китайцы перенастроили, там, откалибровали свои радары, говорят, слушайте, у нас тоже какие-то непонятные фигни летают в воздухе. И даже видео уже запускают, как летит какая-то горящая штука, и от нее отваливаются какие-то другие, там, светящиеся, там, предметы. Я вообще не понимаю. То есть, это очень странная фигня. Американское командование на волне вот этих всех, по этих новостям, спросили, то есть, американского генерала, спросили уже, командующего противовоздушной обороны всей Северной Америки, потому что у США и у Канады одна единая система противовоздушной обороны. У меня спросили. Слушайте, вы можете исключить участие внеземных цивилизаций? То есть, вы можете нам гарантировать, что это не in love в старом добром смысле, что это не летающая тарелка или там какой-то корабль из других цивилизаций? Командование, знаете, что ответило? Нет, говорит, не можем. То есть, это вполне, они говорят, ну да, мы не можем исключить, что это были инопланетяне. Это могут быть и инопланетяне тоже. То есть, понимаете, опять же, я, американская военная команда, она зря не будет набрасывать. Она же наверняка знает, они сбили воздушный шар или не. Воздушный шар. Если это был воздушный шар или аэростат или что-то такое подобное, ну, что-то похожее на то, что было сделано руками человека, они бы, конечно, так и сказали. Они бы не стали наводить тень на плетень и говорить, вы, да мы не знаем, какая-то странная фигня. Они бы сказали, да, то, что мы сбили, это мы там можем гарантировать или сказать с вероятностью 95%, что это был воздушный шар. Они этого не говорят, боятся. Почему боятся? Потому что сами тоже не знают. Ну, я предполагаю, конечно. Вряд ли они, знаете, хотят там какой-то дешевой популярности набить себе, я имею в виду командование ПВО Северной Америки, разговорами про инопланетян. Я, кстати, про инопланетян не верю. Я вообще считаю, что вся наша цивилизация человеческая является продуктом симуляции. В какой-то, в каком-то компьютере или в четырехмерной черной дыре мы все живем. Скажем так, в хорошем смысле слова. В общем, в инопланетян я не верю. Думаю, что все это всего лишь навсего симуляция. Но, если инопланетяне существуют, да, то, конечно, самое время для них сейчас проявить повышенную активность и их самих, и их, скорее всего, беспилотных систем наблюдений. Потому что, знаете, я думаю, вряд ли инопланетяне стали бы рисковать жизнями своих инопланетян, наблюдая за людьми, скорее всего, конечно, отправят какие-то беспилотники. Так вот, дело в том, смотрите, что если смотреть на нынешнюю нашу планету со стороны, то человечество, ну, близко к тому, что подошло к грани, за которое абсолютное безумие и уверенное уже движение в направлении самоуничтожения ядерной катастрофы. То есть, к сожалению, если вот объективно посмотреть на наш мир со стороны и не разделять там людей на национальности, страны и так далее, то общее впечатление о людях, конечно, у какого-то стороннего наблюдателя будет не очень позитивно. Ну, и вот, если бы я, например, был инопланетянином, да, я бы сейчас тоже очень повысил бы активность своих наблюдательных приборов, где Китай, Америка, Россия. Естественно, вот на этих трех направлениях, страну, у которой больше всего ядерного оружия, вот именно там я бы и туда бы отправлял свои всякие беспилотные приборы наблюдательные, чтобы понять, готовится ли ядерная война или не готовится, да, потому что, вот, кстати, норвежцы, например, сегодня сказали, что вооруженные силы России, российский военно-морской флот, выходит в море, выпускает свои корабли, оснащенные тактическим ядерным оружием, чего не было со времен Советского Союза. То есть, вот сегодня впервые пошли в море вооруженно-ядерным оружием надводные корабли, это не подводные лодки, а всякие там корветы, фрегаты, я уж не знаю, что еще. Такого не было с 80-х годов прошлого века. Естественно, представьте, все, что вы инопланетяне, вы тоже начали волноваться. И плюс этот выход кораблей происходит в преддверии годовщины вторжения, послания Путина федеральному собранию. Там еще много чего на будущую неделю запланировано. 21 числа это послание Путина федеральному собранию, 22 февраля собирается Путин провести митинг, точнее он называется в России Путинг, в поддержку себя, своей политики и в поддержку своего курса, ну и войны, естественно. 23 февраля день вооруженных сил в России, там Путин, скорее всего, будет обращаться к военным, напутствовать, там что-то давать, какие-то указания и так далее. Ну а 24 февраля это годовщина нового большого вторжения в Украину. То есть очень насыщенная неделя, и выходят вот эти корабли, оснащенные ядерным оружием, и в общем, конечно, очень все это выглядит страшновато. Байден, кстати, тоже прилетает на годовщину, ну по некоторым данным, пока еще я не видел стопроцентного подтверждения, но Байден вроде бы прилетает в Польшу на 24 февраля, на годовщину начала большой войны. Там же, может быть, вероятно, Зеленский появится. В общем, какая-то заворуха, в принципе, намечается вроде бы. И вы представьте, вот вы инопланетяне сидите в какой-нибудь исследовательской миссии, отвечающей за планету Земля, и у вас на подведомстве на планете начинается, ну и намечается, пока еще не начинается, какой-то дикий шухер. Конечно, проблемы вам с вашим инопланетным начальством не нужны. Если вся планета погибнет, то такие проблемы, скорее всего, будут. И поэтому вы отправляете все свои дроны, все свои беспилотники, переодетых в людей тайных агентов, собирать информацию о том, что происходит на подведомственной вам планете. Ну и потом, как бы, Байден отдает приказ сбивать все ваши дроны, и вы теряете казенное имущество. Кроме всего прочего, я думаю, такой вот наблюдатель спросит у своего начальства, что ему делать, надо ли ему останавливать ядерную войну, если она вдруг, если начнет ситуация в том направлении развиваться, или пускай все идет, как оно идет. Тут тоже, естественно, могут быть варианты. В общем, если инопланетяне имеются, а я еще раз скажу, я не верю в инопланетян, но если они имеются, то их резко повышенная активность в последние дни является, в общем, нормальной, природной и совершенно объяснимой. Ничего удивительного в этом смысле, конечно же, нет. И, кстати, волнуются сейчас, насколько я понимаю, не только инопланетяне, потому что вполне наши земные, Франция, Соединенные Штаты, Бразилия, ряд других государств призвали своих граждан на этой неделе срочно покинуть территорию Российской Федерации и Республики Беларусь. Чем именно вызвана такая рекомендация, они толком не объясняют. То есть, американцы говорят, ну, типа, знаете, просто вообще находиться в России опасно, лучше этого не делать. Но, знаете, то, что в России опасно находиться, это никакая не новость. Это, как бы, было известно уже довольно давно. А с предупреждением соответствующим американцы выступили только сейчас. Значит, что-то там и поменялось. Какую-то информацию они получили. Плюс, честно говоря, вы знаете, когда Бразилия говорит, а ну-ка, давайте уезжайте все скорее из Республики Беларусь, дорогие бразильцы. Я же не знаю, конечно, сколько там бразильцев в Беларуси. В общем, подозреваю, что не слишком много. Но когда Бразилия выступает с таким предупреждением, то, ну, наверное, точно есть какие-то данные, что что-то эдакое в Беларуси, в России может произойти. Возможно, я не знаю, естественно, что произойти может, но, возможно, я подозреваю, думаю, предполагаю, страны Запада, ну, и, в принципе, Бразилия, ну, наверное, тоже Запада, да. Так вот, страны Запада, может быть, ожидают каких-то ударов по российской территории, со стороны Украины, вот как раз во время этой недели, когда Путин будет обращаться к Федеральному собранию, когда он будет выступать на огромном Путинге в Лужниках, когда будет в России праздноваться 23 февраля, кстати, там парад военный вроде бы может быть, плюс, когда будут так или иначе отмечать в России годовщину вторжения, большого вторжения в Украину. Может ли что-то подобное произойти, я имею в виду удары? В принципе, технически, да. Но, знаете, буквально на этой неделе показали, по-моему, кто-то, люди из КПИ, из Киевского политехнического института, создали дрон, который по своим характеристикам, в общем, готов поспорить с иранскими этими шахедами, то есть дрон Кабикадзе способный лететь на несколько сотен, а то и тысяч километров и поражать цели боеголовкой, по-моему, килограмм 200 у него там, далеко-далеко в глубине российской территории. Представьте себе, если таких дронов, ну, штук 20 полетит, а если штук 200 полетит, вот это, я думаю, в России будут, конечно, очень серьезные проблемы, и Владимиру Путину, конечно же, очень сильно испортят праздник подобного рода налета. Кроме того, знаете, может уже что-то летает. Почему? Потому что вчера были пожары в Красноярске, там что-то горело огромное, очень ярко, в Москве горело огромное, очень серьезное, в Ярославской области вчера взорвался сам по себе, опять же, ха-ха, интересно, надо же, какое совпадение, газопровод магистральный, там пламя было высотой в несколько сотен метров, сегодня опять что-то там горит по всей России, то есть случаи пожаров, в Казани, по-моему, что-то загорелось сегодня, случаи пожаров, каких-то необъяснимых взрывов, диверсий и так далее по всей России учащаются, то есть этого реально объективно становится все больше и больше, поэтому, конечно, нельзя исключать, что на, скажем так, символически важные даты для российского руководства там произойдет какая-то целая серия чего-то эдакого. Можем мы это исключать? Не можем мы этого исключать, поэтому, собственно, я предполагаю, западные страны и рекомендуют своим гражданам покинуть территорию Российской Федерации на вот эти дни, по крайней мере, чтобы, как говорится, не нарываться. Ну и Беларусь туда же за компанию записывают, тем более, что белорусский фюрер, агрофюрер, как его называют сами белорусы, Лукашенко, Александр Лукашенко, на днях тут встречался с начальником ОДКБ, я не помню, как его зовут, в общем, это значение не имеет, и объявил, что очень скоро, буквально сегодня, завтра, или завтра-послезавтра, как-то он сказал, надо будет Лукашенке принимать какое-то решение, вступать в войну против Украины или не вступать. Ну и Лукашенко намекнул, что он, скорее всего, вступит. Хотя я думаю, что он таким образом просто пытается понравиться Владимиру Путину, поскольку вступление Лукашенко в войну, скорее всего, будет означать прекращение власти самого Лукашенко через некоторое не очень долгое время. Поэтому я сомневаюсь, что Лукашенко собирается вступать в войну, но Путин опять взял, выкручивает Лукашенко руки, и вполне вероятно, что попытается, знаете, если даже не войну, не в войну затащить Лукашенко, а, то есть, как бы не потребовать и не добиться вступления вооруженных сил Беларуси на территорию Украины, но хотя бы какие-то провокации замутить, что-то такое мелкое, чтобы растянуть украинские войска, чтобы украинские войска не могли отойти от белорусской границы и направиться на юг, туда, где сейчас развивается, и пытается развиваться, правильнее сказать, российское наступление на Донбассе. Но Лукашенко, тем не менее, говорит, что вот, да, надо будет решать, буквально завтра, послезавтра. Завтра, вот, вот, чтобы наступило сегодня уже, да, войны, в войну Беларусь пока не вступила, видимо, он еще думает. Но, чтобы ему лучше думалось, Лукашенко уже в пятницу, по заявлению Дмитрия Пескова, президента, точнее, пресекретаря президента России, в пятницу пройдет встреча Лукашенко с Владимиром Путиным. Где они будут встречаться, пока не сказано. Скорее всего, Лукашенко прилетит в Москву, потому что Путин недавно сам в Минск приезжал, а Путин очень не любит покидать сейчас Москву. В общем, официально объявлено, что в пятницу Лукашенко встретится с Владимиром Путином, то есть через два дня буквально. Кстати, в пятницу, надеюсь, у меня будет очередной выпуск, и я смогу какие-то итоги этой встречи подвести. Естественно, всегда при встрече Лукашенко и Путина единственная тема, которая всех волнует, это вступит ли Беларусь в войну на стороне Российской Федерации, или не вступит. Когда Лукашенко начинает сильно переживать, ерзать и юлить, я подозреваю, что вероятность его вступления становится чуть более высокой, чем в обычное время. Ну, самому Путину, конечно, сейчас очень не помешало бы вступление в Беларуси в войну, поскольку, конечно, на фронте дела идут очень-очень плохо. Ну и давайте, знаете, о том, как дела идут на фронтах, уже в следующей части поговорим. Кроме того, я там про Джозефа Байдена и Рамштейна хочу немножко рассказать. Продолжение следует...